Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер в МТА, все как всегда, сервер номер 6. И как ты понял по названию по первому ролику, сегодня мы будем покупать новые тачки, которые старые, но которые уже новые, из обновления 3.27. Конечно, их затюним, посмотрим как они едут. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. Ну а если ты еще как-то не играл на CCD Planet, то ссылочки есть в описании, заходи. Короче, ребята, решил я сегодня зайти именно на шестое сервер, потому что на шестом сервере у меня сейчас больше всего денег, даже больше, чем в втором. Тем более, у меня здесь нет никакой крутой тачки, у меня есть только вот этот универсал Ешка, Е39 и АК. И это, в принципе, все. Поэтому, чтобы не тратить свои последние деньги, я зашел именно сюда, и именно здесь мы прикупим несколько автомобилей. Но перед этим, нам нужно заехать на БУ. Погнали. Я даже не знаю, сливать ли эту Ешку в БУ или не надо, потому что она у меня еще с года где-то 2021, да. Где-то в 2021 году я ее покупал, прям на вот этих номерах, пришел на БУ, купил. В принципе, Ешка, в принципе, меня устраивает. Но у меня есть еще Е39, который я покупал специально для видоса на Хэллоуин. Эта тачка, кстати, в виниле еще какого-то, там, 2020 года, да. Даже в 2020 году был вот этот винил на Е39. Где-то так. Я, в принципе, на ней тоже откатал, но сейчас она мне уже не нужна. Так что 280 тысяч пока. Ешка, в принципе, пусть будет, а мы отправляемся в автосалоны, потому что... Крутые пацаны сейчас сдохнут, потому что у них мало ХП. Крутые пацаны покупают новые тачки из автосалона, но это пацаны, у которых много денег. Поэтому мы отправляемся сначала в автосалон. Какой ближе? Давай в автосалон Тойота. После чего отправимся в автосалон Ауди. Я думаю, это уже есть какие-то спойлеры, какие тачки буду покупать. Поехали. Так, мы подъезжаем к автосалону Тойота. Я думаю, пофиг, да, где у нас деньги. Ох, Е-маги 36 засранная. Просто капец в хлам. Нету разницы, да, где у нас бабки на банке или наличкой. Мне кажется, нет. Поэтому мы будем покупать Land Cruiser 200. Поверили? Я тоже поверил. Я не хочу крузак, потому что это такая банальщина. Я хочу купить LFA. Ну, может, прогрузиться, нет? Вот. Lexus LFA. А я его не куплю, потому что у меня деньги не в долларах. Точно знаю, что Ауди 8 лямов, а вот это 360 тысяч долларов. Ох, кстати, банкомат недалеко. Как хорошо. Значит, что по курсу? Знаешь, курс у нас почти 100 рублей за 1 доллар. Опять Chiron выросли в цене, потому что они сейчас, ну, раньше стоят 250 лямов. Зараз они где-то по 500 из-за того, что курс доллара вырос. И я хотел закупить, кстати, доллара и евро на CCD. На всякий случай, типа. А, блин, мне даже еще класс здесь не завершен, понял. 312 лямов у меня есть. Я хотел закупить, но чуть передумал, а надо было закупить. Значит, что? Курс валют, я понял. Управление... А есть вообще смысл покупать LFA сейчас? Ебать, потом курс упадет, я же в минус уйду. Ну, давай, например. Мне нужно 360 тысяч долларов. Сколько это будет стоить? 35 миллионов. А это раньше стоило, если по 60. А раньше он стоил 21 миллион. Ебать. Ну, ладно. 35 лямов, так 35 лямов пошли. 360 тысяч долларов у нас есть. ТИСА-2 в кулада. Вот такой вот LFA. Купить авто. Украина. Город. Винница. АВ. Так классно выбирается. Подожди. Назад. Понял. Я хочу цвет выбрать. Я хочу цвет выбрать, например, вот так. Красненький. Нет, я хочу черный. Давай черный купим. Черный. А салон. Черный на черном. Такое чистое. Стилек. Стандартненький. Украина. АВ. Выбрать. Получается LFA. Четыре места. 343. 70. Банк. Подпись. Купить. Все. Мы прикупили. И. Блин. А вот эта картинка прямо с 2017-2018 года. Раз. Два. Три. АВ. 1924 вк. Ну, такое говно. А, кстати, спойлер вылазит или не вылазит? Потому что. О, ничего себе здесь красиво выглядит. Потому что. Раньше спойлер вылазил. А сейчас нет его, да? Да. Или вылазит. Или его потом можно будет... Чё его так боком бросает? Спойлер не вылазит. Пиздец. Обидно. Ну ладно. Отправляемся в автосалон. Ауди. О, вылез! А почему он перед этим не вылазил? На трехсот он вылазит. Нифига себе. Вау. Ладно. Вылазит. Это уже лайк. Но почему только аж на трехсот? Если там на Шароне там при сто пятидесяти вылазил. Ну ладно. Ну что, ребят. Прошло совсем немного времени. Минут двадцать или тридцать. Я не считал. И мы приехали в салон европейских автомобилей. Да. Я сюда пешком бежал. И будем покупать, конечно же, Ауди RS6. Потому что это... О, а что по номерам? Все нормально. Любимую RS-ку. Черный цвет. Давай не черный. Давай синий. А, это салон мы выбирали. Окей. Давай тогда синий цвет. Давайте где-то вот какой-то поярче, что ли. Вот. Какую-то такую. Купить автомобиль. Давайте выберем, например, 77-й регион. Говно выпадет. Вот 2777-й, может, что-то лучше. Не, 277-й. Может, что-то еще осталось. А, банк, наличные, CCD. Банк. Бац. А, кстати, вверху банк пишется вот. Как сейчас увидел. Погнали. И... Нук 209. Радует то, что еще как бы есть эти номера на 77-м регионе. Как бы это странно не звучало. Кстати, очень много людей, игроков CCD Planet спрашивало разработчиков. Вот была у нас RS6, да? Когда я ее добавил? В 2018 году где-то плюс-минус, да? О, ебать стиль, да? Такую же хочу. Вот была RS6 в 2018 году. Она, ну, моделька, да? Ее добавили рестайлинговую версию. Почему в 2023-м добавили дорез? И в этого тоже чела дорез. Многие говорят, что типа, заедем тюнинг и поменяем. Давайте заедем тюнинг и поменяем. Две тачки мы прикупили. А, нам же налички надо. Куда ты заедешь? Куда ты, фраер, собрался? 8 миллионов 167 тысяч 200. 8 миллионов 167 тысяч 200. Снять. Я надеюсь, что можно будет фары рестайлинговую поставить, потому что этот дорез это прям... Бэээ. Значит, боковые юбки. АБТ. Че АБТ означает? Колхоз нет. Ладно, потом поставим диффузор, диффузор. АБТ. Ну, блядь, я не хочу колхозить. Раньше же был тюнинг, антихром, нет? Поправьте меня в комментариях, но раньше вроде был антихром. Синон, передние фендеры. Че это за АБТ? Это какая-то спецверсия, потому что OneOff 125, профиль шин, сплиттер. РС-6Р. Мы, конечно, можем сделать, чтобы она стока вообще не была. АБТ. Но есть ли в этом смысл? Или пофиг? Ну да, давайте пофиг сделаем. Тормозные шильдики. АБТ. Боже, какой колхоз. Нет. Спасибо. Какой же колхоз? Я его рот топтал. Особенно вот эти надписи. Может убрать? Пока не поздно. Или пофиг. Не, ладно. Или пофиг. Или не пофиг. Нет, давайте уберем. Я не могу, но. Ну, хотя бы диски нам надо. Классные выбрать. По типу, как у чела были. Вот. HRE. По 101. Идеальные. Давайте поставим вот так. А стоит ли сразу же ксенончик? Ксенончик. Такой слабенький. Вот такой он будет достаточно. Профиль шин. Профиль шин низкий. Уже стоит. Молодежь. Сплиттер. Спойлер. Настройка колес. Давайте настроим по-быстрому. Ну, где-то плюс-минус вот так, да? Или можно еще немножко засунуть. Вот так. 60 тысяч. Я думаю, этого достаточно. Профиль нормально. А шины? Дорогие вообще? Давайте что-то такое поставим за 60 тысяч. Бабки есть. Бабки не проблема. И выглядит это ужасно, да? А если перереспаунить? Ну да. Что-то слишком большие колеса. Короче, потом я поправлю. Поехали. Сделаем цвет. Хотя, по уму, надо было сначала поставить чиповочку, которая бы хорошо ехала. Вот. А потом уже тюнить ее. Но так же неинтересно. Зачем делать, по-моему? Мастерская. Я надеюсь, у меня чиповочки какие-то есть. Тирон. Да, нормально. Просто идеально сидеть. Что спереди. Вот. Что сзади. И валит теперь. Только надо немножко в арочку колеса спрятать. Я не помню, какой бензин у нас залят по стоку. Поэтому давайте его сначала выкатаем. Потом зальем сюда Е85. И посмотрим, как она едет. А, ну и обязательно заедем в магазин Герон. Тип краски. Стоит ли делать мат? Я думаю, нет. Поэтому давайте перламутр. Сразу же. Тонировочку. Балдеж. 20 тысяч. Так как синий цвет у нас не особо вышел. Можем по классике просто сделать как бы красненькую. И уже выглядит в принципе неплохо. Из-за того, что у нас нет никакого пакета антихрома. Она у нас до рестайлинга. И мы не можем сделать диски черными или такими темно-серыми. Придется их оставить белыми. Давайте выйдем на улицу. Посмотрим, как она вообще будет выглядеть. Не вот так. Хотя бы тачкой заиграла. Хоть мне и нравился черный цвет, как мы видели при заезде в тюнинг. Но вот так. Тоже достаточно неплохо. Сюда нужно только влепить еще номерок. И тогда Ауди заиграет. Но прежде чем мы поставим номерок. Нам нужно затюнить еще один автомобиль. И я надеюсь на него тюнинга достаточно. Хотя вряд ли. Потому что это LFA. Что на него можно придумать кроме пакета Нюрбург Ринг. Что по LFA. У нас есть сплиттер Нюрбург Ринг Пэккедж. Да ладно. Спойлер. Что-то новое. Нюрбург Ринг? Нюрбург Ринг. Не, спасибо. Такое нам не надо. Я уже на другом сервере. Это увидел. Поэтому давайте мы просто поставим сюда какие-то охеренные диски. Занизим его. Только перед тем, как мы поставим сюда охеренные диски. Мы поедем сначала поставим охеренный чип от Вейрона. Ой, какого Вейрона? Черона. Чтобы его не носило. Чтобы сразу можно было настроить колеса нормально. Вот чел какой-то настраивает крузак. А мы LFA. Только надо его немножечко поднять. Значит, Ксенон. Ксенон давай тоже 4300. Бац. Настройки колес позже. Это именная рамка. Именная рамка. Давайте. Какую? Какую? Да не какую. Черная есть какая-то? А, не. Подожди. Я хочу. Вот эту хочу. Не знаю. Обожаю. Профили СГУ не интересуют. Шины. Сплиттер. Спойлер. Тормозные диски. Нет. Просто диски. Выбираем просто диски. Кстати, прикольные диски от Лексуса. Плюс и минус подходят. Я буду очень сильным колхозником, если я влеплю и эти диски сюда. Ну, потому что они пиздатые, реально. Или для разнообразия поставить сюда какие-то RTR-ки. Ну, давайте, ладно, RTR-ки поставим. А, 57 тысяч? Серьезно? Догдешево. Ладно, давайте реально сюда поставим RTR-ки. Я надеюсь, позже мы их просто цветом исправим. И они будут выглядеть еще лучше. Только в какой цвет покрасить LFA я еще не придумал. Но перед этим изменим уже по грамотному настройку колес. Только из-за того, что у нас тачка черная, я нихера не вижу. Вот, я думаю, где-то вот так. Плюс-минус пойдет. Или, смотря по аркам, что-то здесь слишком много расстояния. Ставим вот так. Выходим. Если не понравится, поставим другие. Значит, Lexus LFA выпускался в самом популярном цвете. Это оранжевый. Потом белый, желтый, черный, белый, красный. И, в принципе, все. Поэтому делать его оранжевым или желтым. Вот это проблема. Или темно-фиолетовым. Или давайте сделаем его белым. Таким вот серебристым. Мне кажется, будет интересно. Так, если мы делаем диски черными. Тогда это смотрится как вполне нижняя залуба. Давайте сделаем диски белыми. Но цвет поменяем. Можно сделать фиолетовый. Короче, ребята. При подборе цвета мне все-таки диски не понравились. И выглядят они не особо. Ну, на 50 или на сколько там, 60 тысяч они выглядят. Но я решил их сменить. Сначала я бы хотел поставить вот такие вот диски, да. Но я поставил бэбосы. И теперь плюс-минус это хотя бы как-то выглядит на какой-то бэтмобиль. Похоже, если это еще популярно. Не, ну вот так. И, кстати, я рамку на черный сменил. Чтобы теперь было все в черно-бело-серых цветах. Вот думаю, теперь он выглядит неплохо. Белый салон. Легенькая тонировочка. Еще какой-то дрифтовый чип. И можно ехать на RDS. Как я и говорил в прошлом ролике с обновлением, что кто-то написал в чате, что данный Lexus едет в стоке 360. Давайте проверим. Хотя на сайте написано 343. Ну так, где-то после 250 у нас спойлер вылазит. И со спойлером он теперь выглядит намного лучше. 200. 261 даже было, вы видели. Он реально есть 200. О, пь, 260. 361. А почему в игре написано 343 именно в автосалоне? Никто не знает. Так как у нас в Lexus осталось 2 литра, заливаем E85 и бензин. И посмотрим, что он нам сможет показать на данном бензине. Вот, кстати, цвет охерена. Вот в такой цвет я хотел покрасить сначала Lexus. Но у меня что-то не вышло. Славин написал, что Уайс шикарный. Значит, это уже неплохо. И хотя бы не колхозный, плюс-минус. Вот это бричка Бэтмена. Да-да-да. Шаришь, пацан. Но чтобы эта бричка точно была Бэтмена, мы сейчас разгонимся на E85. Посмотрим, сколько она же все-таки едет. И поставим сюда какой-то пиздатый номер. 368 вы уже видели. Ну, а дальше я ХЗ. Мне уже пишут смс, не продаю ли я LFA. Нет, не продают. Давайте все-таки из LFA сделаем единственный автомобиль на украинском номере, хотя бы на двух серверах. Поэтому ставим сюда AV. Мой регион. 0069. АА. Почему 4 циферки не поставил? 4 циферки. Это 16 лямов. 3 циферки. Это 7 лямов. А это только 500 тысяч. Поэтому 500 тысяч не жалко, даже если потом что-то поменять. Мне так-то выглядит уже неплохо. Короче, пацаны, лучше номера, чем M07878MR. ММР. Я ничего не смог придумать. Стоял только что минут 10. Искал какой-то номер. Либо плати 7 или 8 лямов. Ну, за плюс-минус нормальный. Либо 16, если по фулу. Ну, или за какую-то херню лям. Ну, эта херня хотя бы плюс-минус норм выглядит на нормрекионе. А, кстати. На RS7 же на этом сервере, если не ошибаюсь. Или на RS6 предыдущий. При запуске двигателя выезжал мониторчик. Но сейчас что? Он не выезжает. И вроде панорама открывалась. Но сейчас что? Не открывается. Ну что, ребят. У меня, в принципе, на этом все. Вот такой видос получился. Я надеюсь, он тебе понравился. Вот такие две интересные брички мы прикупили. Обязательно пиши в комментариях, какая тебе нравится больше. LFA или RS6. Ну и что ты прикупил для себя в этом обновлении. Будет очень интересно почитать. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть их первым. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока.